Сначала для вас не знакомо, но постепенно, по мере обучения, вы познакомитесь с пультом управления. Камиля Софиулина учиться на водителя трамваев ТТУ пошла ради обретения новой профессии. Признается, всегда испытывала интерес к подобной технике. Женщина проработала кондитером 15 лет, однако желание стать водителем никуда не делось. Наоборот, с годами только крепло. Отныне баловать сладостями будет только своих домашних, ведь место новых кулинарных рецептов теперь осваивает устройство техники. Следующая остановка – Нововокзальная. У меня желание было с детства, как-то вот тянуло. Я ехала как раз трамваем и объявляли о том, что идет набор на водителя трамвая, троллейбуса. Я поехала на коммунистическую, мне все рассказали, и вот я здесь. Постигать азы новой профессии женщине помогает опытный наставник Юрий Жуков. Мужчина трудится в ТТУ уже 47 лет. Главное, по словам преподавателя, просто и понятно объяснить материал. Делать это нужно не торопясь, чтобы обучающиеся успели все записать в тетради. А отработать практику сначала можно на специальных тренажерах. Это поможет будущим водителям увереннее чувствовать себя за рулем. Я знаю многих водителей, меня очень хорошо знают. И когда этот водитель уже работает, их пассажиры улыбаются. И водители знают уже своих пассажиров. И каждому водителю это приятно. То есть у каждого слушателя должно в сердце остаться работа в ТТУ. Мало того, это специальность, которая всегда будет везде востребована. Трамвайно-троллейбусное управление продолжает набирать новых сотрудников. В последние годы здесь сложилась нехватка специалистов. Однако предпринимаются все необходимые меры, чтобы изменить ситуацию. Например, в учебном центре можно бесплатно получить профессию водителя, троллейбуса или трамвая. Обучиться может любой желающий с 21 года при успешном прохождении медкомиссии. Чтобы научиться управлять трамваем, потребуется 5 месяцев. Троллейбусом 5,5. В течение этого времени ему выплачивается, во-первых, стипендия. Во-вторых, если потом принимается решение, что этот человек экзамены сдал, и да, он хочет поступить на должность водителя, ему предприятие выплачивает подъемные средства. Это 100 тысяч рублей единоразово. Преподавание ведется на высоком уровне. У нас есть педагоги, у нас есть наставники предприятия, у нас есть водители, которые занимают призовые места на городских, региональных и всероссийских мероприятиях. Молодые водители среди призеров тоже есть. Стоит также отметить, что после приема на работу молодежи дается еще один дополнительный материальный стимул – ежемесячные доплаты к основному заработку. На муниципальном предприятии предусмотрен полный социальный пакет. Только за последнее время в штат водителей ТТУ влились 9 человек. Столько же в настоящее время постигают азы профессии в учебном центре. Обучение новичков организуют с первого числа каждого месяца. В этом году мы предпринимаем дополнительные меры. Мы уже занялись подбором нового методического оборудования, новой мебели. Мы запланировали ремонт кабинетов учебного центра, полностью уже разместили торги на сайте. Поэтому в ближайшее время учебный центр, скажем так, покажем уже в новом образе, полностью отремонтированный. В дирекции МПТТУ рассказали, что для расширения компетенции центра в будущем планируется обучение специалистов в сфере охраны труда. Уже взялись за оформление необходимых документов с целью получения лицензии. Также оцениваются возможности для того, чтобы в стенах этого учебного центра организовать курсы для повышения классности водителей общественного наземного электротранспорта, работающих не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске и Тольятти. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.